Здравствуйте! В Московском университете геодезии и картографии завершилась международная конференция геодезия внеземных территорий. Конференция была приурочена к истории лунных проектов и 40-летию экспедиции самоходного аппарата «Луноход-2». Наш вечный спутник снова в центре внимания ученых. На форуме прозвучали доклады о подготовке будущих российских миссий «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс». Московский университет геодезии и картографии последние годы сейчас очень активно занимается внеземными территориями, потому что мы создали эту лабораторию, которая обрабатывает результаты космических снимков с разных спутников, с разных систем и обрабатывает их на совершенно новом оборудовании, которое мы приобрели, и совершенно на новых технологиях. В феврале 1960 года был сформирован первый отряд космонавтов, получивший название «Группа ВВС-1». 20 лучших летчиков Советского Союза приступили к занятиям в Звездном городке. Обучение будущих покорителей орбит, фото и киномастерству стало важным элементом космической подготовки. «Земля вот особенно когда она уходит из зоны, из инженератора бокового вверх, кажется таким громадным шаром, который висит в пространстве, еще когда особенно она находится в тени, такой серб». Редкие кадры – первые слова из космоса, записанные на кинопленку. Техника съемки в отряде космонавтов всегда была обязательной дисциплиной. И Германа Титова, и остальных космонавтов первого набора обращаться с камерой учил фото-маэстро Борис Смирнов. «Они знакомы более полувека. Учитель Смирнов и ученик космонавт Борис Волынов. Тогда будущих покорителей Вселенной называли слушателями, а сам Центр подготовки космонавтов располагался в крошечном домике. «Здесь не было перегородок. Здесь находилось большое такое помещение. Это был класс, где занимались слушатели, то есть будущие космонавты. Здесь все лекции, все занятия проходили именно здесь». Из подсобных инструментов только кульман, молоток и несколько кинокамер конвас-автомат. Через их объективы мир узнал, как выглядит космос. «Именно эту камеру изучали космонавты, и все, весь первый отряд прекрасно мог ей работать. Вот, ручная камера, вот, пожалуйста, вот так вот, всю панорамку сделать, покрупнее, пообщее». В 1955-м в Советском Союзе на заводе «Зенит» стали разрабатывать космическую оптику для спутников. Дело новое, экспериментальное. Никто точно не мог сказать, насколько четкими получатся снимки сквозь земную атмосферу. «Тогда впервые получены из космоса первые в мире снимки с Земли. На них были четко дешифрировался рыбак в лодке, удилища. И тогда вот все поверили, что действительно из космоса можно делать детальные снимки с Земли». Полет человека в космос поставил новый вопрос, как объективно задокументировать начало космической эры в космосе и на Земле. Техника в то время была несовершенной. Например, кинопленки для записи парадной госкомиссии хватало лишь на 10 минут. Камера снимала пленку, но она подходила к концу, и оператор Суворов, который снимал эту госкомиссию, говорил, «Сергей Павлович, у нас пленка кончается, нужна перезарядочка». Ну, Королев говорил, «Товарищи, у киношников нужна перезарядка пленки, давайте помолчим, а потом будем продолжать». И все сидели молчали, пока на камере меняли кассету, ставили другую пленку, и опять 10 минут вела съемка. Как выглядят первые покорители космоса, страна и мир узнавали только после полета. До посадки тиражировать фотографии советских космонавтов строго запрещалось. Исключение – лишь ли руководство страны, когда надо было выбирать кандидатов на полет. Так для Хрущева сделали обычные карточки фото от Илья и вложили их в личные дела. Хрущев посмотрел фотографии, посмотрел, полистал эти личные дела так чисто формально, потому что там они все ничего выдающегося еще не сделали. И, видимо, чувствуя какой-то неловкость вот этого момента, что люди на подвиг идут, а он где-то в стороне, он сказал, что хорошо бы посмотреть хотя бы фотографии этих людей, на что ему говорят маршалы. Никита Сергеевич, ну у него вот же фотографии-то есть в личных делах. Он говорит, да нет, ну не такие фотографии. Я хочу посмотреть, какие у них дети, жены вообще, какие они. Отношения между сотрудниками Центра подготовки и первыми космонавтами были дружескими. Смирнову поручили взять свой личный фотоаппарат и пойти к слушателям в гости. Когда-то и были сделаны знаменитые фотографии родных Гагарина и Титова. Возможно, они и сыграли роль в выборе первого космонавта планеты. В это здание, именно в этот хольчик приехал Гагарин сразу же после полета. 16 числа, 16 апреля 1961 года он встречался с коллективом Центра подготовки. Это еще был такой довольно маленький коллектив. Вот здесь проходила эта встреча, и была такая очень милая съемка. Фотографии сохранились того времени. Сегодня фото- и видеосъемка – неотъемлемый процесс подготовки космонавтов. А методы съемки, заложенные Борисом Смирновым, продолжает и совершенствует нынешний летописец ЦПК Андрей Шелепин. Он один из тех, кто сопровождает космонавтов от первого появления в звездном городке и до полета в космос. Сегодня искусство съемки превратилось в обычную рутину. Все же тот, кто документирует происходящее, фактически проживает вместе с космонавтами приличный отрезок времени. Видит через объектив и трудности, и радости долгого пути к старту. Я прекрасно понимаю, как это тяжело, и это восхищает. Это вызывает восторг, как люди через все это проходят, на что они идут, к чему они готовы. Естественно, когда они приземляются, летая на посадке, это как завершение некого этапа, первого или очередного этапа в жизни космонавта. И очень приятно осознавать себя причастным. Борт МКС. Здесь фото и видеосъемки ведутся ежедневно. Это необходимые условия многих экспериментов. Однако некоторые фотографии явно превышают критерия ремесла, приближаясь к настоящим произведениям искусства, у истоков которого стоит настоящий мастер Борис Смирнов. 540 лет назад родился Николай Коперник, человек, который кардинально изменил мнение землян о своем месте во Вселенной. Главный труд жизни, книгу о вращении небесных сфер, он писал 40 лет. Коперник утверждал, земля не центр вселенной, а человек не главный венец творения, а лишь обитатель одной из планет. Инквизиция посчитала это ересью, и 200 лет книга ученого была под запретом. Однако вращению Земли вокруг Солнца это не помешало. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!